Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В 2013 году торговая сеть уже начала входить в российские регионы. В планах компаний за несколько лет охватить 40 городов. Экономика. В Кирове появится 1200 новых рабочих мест с зарплатой 17 тысяч рублей. Росгострах планирует открыть в городе центр обработки данных на базе научно-исследовательского института средств и числительной техники. Готовить будущих сотрудников будут на базе Вятского государственного университета. Как сообщил директор филиала Росгострах в Кирове Иван Макин, зарплата сотрудников центра 17 тысяч рублей. Всего на реализацию проекта будет потрачено несколько сотен миллионов рублей. Программа Экономика. Чиновники просят законодательно пересмотреть существующие стандарты ГОСТа для размещения рекламных счетов. На сегодняшний день около 80% наружной рекламы не соответствует ГОСТу, предписывающему правила размещения баннеров вдоль автомобильных дорог и на территории муниципалитетов. В Кирове, например, требованиям ГОСТа от 2003 года соответствует лишь один участок по улице Московская, от Ломоносова до Менделеева. В основной части города необходимо переносить знаки дорожного движения. Экономика. На 101 АФМ. Систему водоснабжения в Кирове модернизируют за счет федерального бюджета. Кировская область стала победителем конкурсного отбора на субсидии с федерального бюджета по программе «Чистая вода». Всего в этом году на участие в конкурсе заявило 45 субъектов Российской Федерации. Победителями признано 25 регионов, в том числе и Кировскую область. Общая сумма, которую планируют потратить на все регионы – 3 миллиарда рублей. Сколько получит каждый из победителей, станет известно чуть позже. Суммы будут подсчитываться с учетом бюджетной обеспеченности и дотационности регионов. Программа «Экономика». В 2013 году кировские организации не выплатили своим работникам более 60 миллионов рублей. Как сообщает Кировстат, с начала года задолженность при приятии области перед своими сотрудниками увеличилась на 10,5 миллионов рублей. В январе число тех, кто не получил зарплату – 1841 человек. В апреле их количество выросло до двух с лишним тысяч. «Экономика». И напоследок несколько цифр. В первом квартале налоговой службы Кировской области собрала почти 8 миллиардов рублей. Из сей суммы более 2 миллиардов направлен в федеральный бюджет. 7,5 миллионов рублей планируют потратить администрация города на монтаж и установку 109 остановочных павильонов. Штраф в 500 тысяч рублей заплатит начальник управления физкультуры и спорта по Кировской области Светлана Медведева. 134 миллиона налогов не заплатили кировчане в прошлом году. Курс валют по данным Центрального банка на 12 апреля. Доллар стоит сегодня 31 рубль, европейская валюта – 40 рублей и 59 копеек. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.